Привет всем, с вами я, Азаза, и сегодня покажу вам секрет GTA Liberty City Stories, как получить черную пони. Итак, миссис Ассальватор Леоне taking the peace. Это самая простая машина в игре. Самая. Если я говорю, что Стэллион прошлый был самым простым, то я вам просто врал. Итак, садимся в фургон, но вначале надо, естественно, добежать до него. Бежать вам далеко не придется. Вот он, черный пони. Садимся и пропускаем. О, все, ничего не нажимаем, просто ждем, пока Пауль Синдака сам доедет до нужной точки. И все, и он будет наш. Но я еще хочу показать все-таки второй способ. Возможно, эта миссия уже прошла у вас, поэтому я обязан просто показать второй способ, чтобы вы могли приобрести, если вам она интересна, конечно, эта машина. Потому что можно собирать сет из черных машин, их не так много, как кажется. Второй способ уже будет посложнее, но я бы не сказал, что он сильно сложный. Там просто снайперскую винтовку возьмите с собой, ну и какое-нибудь там мощное оружие. Что-то типа дробовика и все. Вы получили машину очень просто. И он осталось совсем немного, пока доедет до нас. Точнее, не до нас, а до нужной точки Пауль. Сейчас он сделает заворот. И... И... Давай-давай. Быстрее чуть-чуть. Давай-давай-давай. Подъезжай, подъезжает, подъезжает, подъезжает. Все. Он приехал, миссия провалена и черный пони наш. Ну и сейчас давайте я приду к следующей миссии и, естественно, вернусь. Итак, я вернулся. Это миссия за Рея Макафи. Или, как он там правильно, Night of the Living Dreams. Спускаем, как обычно, к акс-сцену. Что нам нужно сделать? Ну, вначале надо просто приехать. Берем наш розовый Санчес. И едем на точку, помеченную на карте. Как я уже говорил, этот способ чуть-чуть посложнее. Но я не думаю, что он составит большого труда. Особенно у тех, кто уже проходил GTA Liberty City Stories. Так, мы почти приехали. Это место около амунации. Вот она. И все, короче, спрыгиваем. И нет, не сюда. Чуть-чуть мы не доехали. И вот сюда нам. Начинаем всех кромсать. Ну, вначале надо, конечно, подбежать до них. Все. Следующие. Ну, как видите, у меня сейчас включены бесконечные жизни. Это же функция Check Delights. Просто, чтобы случайных спиртей не было. Так, они прибегают. Допустите меня. Но, говорю вам сразу, это никак не влияет на саму машину. Так, что теперь? Здесь есть такой секретик, как можно выбраться. Прыжок сюда. И на машину. И мы сможем выйти. Что нам нужно теперь? Берем снайперскую винтовку. Ну, например, снайперскую винтовку. Можно просто подбежать и расстрелять стекла. И идем вон к тому черному фургону. Встаем где-нибудь тут. Но его, правда, не видно. Но давайте так. Один, второй, третий, четвертый сами выйдут. Ну, хорошо. Вновь берем любое оружие. Раз, два. Ну, действительно, наверное, чит-девайса не нужен. Нафига он тут. Три. И... Ну, ладно, пофиг на него. Берем наш черный пони. И отвозим его в гараж. Но будьте осторожны. Вам нельзя из него выходить. Потому что двери просто будут закрыты. В связи с этим вы, естественно, его потеряете. Потому что вы не сможете сесть обратно. Но я уже забываю все время мысль. Точнее, не забываю, заканчиваю. Потом я постоянно что-то дополняю. Надо развивать речь. Скороговорки и прочее, прочее, прочее. Так, завозим в гараж. Желательно, оставляйте дверь все равно открытой. На всякий пожарный. Теперь можно два варианта. Либо расстрелять. Ну, не расстрелять, а умереть. Либо закончить миссию. Но я предпочитаю все-таки второй вариант. Мы же не какие-то там нубчики, чтобы терять все оружие. Ну, если у вас есть деньги, то все деньги. Но, как вы видите, у меня по нулям. Так, пробежать там недалеко, в принципе. Ну, не знаю, интересно вам, конечно, это смотреть или нет. Скорее всего, нет. Ну, ладно. Думаю, если что, вы можете просто это скипнуть на видео. Так, так. Советую вам заходить уже как бы не с того места, откуда мы начинали, а с конца. Так, мне кажется, будет чуть-чуть проще. Так, забегаем. Раз, готов. Два, готов. Три, готов. А это сейчас взорвем просто. Нафиг нужен. Взрывайся. Все, двое еще готовы. Это вообще не пойми откуда. Без стрелочки был. Ну, ладно, тоже готов. Это тоже что-то без стрелочек. Что такие? А, вот, со стрелочками. Нормально. Готов. Пробегаем. Готов. И готов. И последний. Готов. Все, идем и встречаем скорую помощь. Здесь опять же чуть-чуть совсем пробежать. И мы, кстати, уже скоро приближаемся к завершению уникальных машин. Так что готовьтесь. Скоро будет GTA Vice City Stories. Так что те, кто ее ждут, ждите. Осталось недолго. Итак, мы завершили миссию. И что нам надо теперь сделать? Вы скажете, о, все у нас нормально. Машина черная пони в гараже. Все норм. А вот и нифига. Теперь, короче, надо... Да что, бас всех. Теперь надо просто приехать к гаражу. И, как бы, переоткрыть дверь гаража. Чтобы машина, как бы, открылась. Потому что дверь у нее до сих пор сейчас заперта. Поэтому не советую вам использовать много машин. Потому что она может, по-моему, просто исчезнуть. Правила трех машин, по-моему, здесь никто не отменял. Итак, подъезжаем. Открываем гараж. Закрываем гараж. И все. Черная пони с открытыми дверьми. Да, вот она открыта. Поэтому, кому понравилось это видео, подписывайтесь. Ставьте лайк. Комментируйте. Возможно, если есть какие-то пожелания там по машине. Или, знаете, какой-то баг, обязательно пишите. Но только если полезный баг. Потому что там, типа, вот здесь вот перепрыгнуть на крышу. Тут даже танк стоит почему-то. Перепрыгнуть тут через крышу. Это не баг. Вот так вот можно выпрыгнуть. И попасть в бесконечный полет я не считаю это за баг. Даже сейчас не попали в бесконечный полет. Ну, ладно. Поэтому, как я уже говорил, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Следующее задание, ну, не знаю. Пусть будет 55 лайков, да. Все-таки 50 мы прошли. 60 еще как-то у вас вяленько идет. Ну, чтоб тебе вяленько. Поэтому давайте что-нибудь средненькое. 55. Не знаю, сколько вы будете справляться. Но я постараюсь выпустить видео сразу. Ну, что ж. Всем удачи. И я все-таки хочу перепрыгнуть. И... Ну... Нет, все равно что-то выпрыгнуло. Ну, ладно. Всем удачи и пока.